Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего нашего доклада – мезотелиома. Мезотелиома – редкие злокачественные опухоли, которые развиваются из мезотелиальных клеток, выстилающих внутренние полости организма. Соответственно, мезотелиома развивается на висцеральной плеве, приэтальной плеве, перикарде, брюшине и оболочке яичек. В структуре заболеваемости с злокачественными новообразованиями мезотелиома составляет 0,16%, а в структуре смертности 0,38%. Медианная выживаемость при мезотелиоме плеве составляет около 12 месяцев, при этом пятилетняя выживаемость составляет всего лишь 10%. Средний возраст пациентов, заболевших мезотелиомом плеве, составляет 72 года, промежуток этот 60 до 80 лет. В соотношении полов чаще болеют мужчины 6 к 1. Основным фактором развития мезотелиома плеве является асбест. При этом приследить прямую зависимость между взаимодействием с асбестом и развитием мезотелиома плеве достаточно проблематично, потому что латентный период составляет от 20 до 50 лет. Другой причиной развития мезотелиома плеве является другой фактор окружающей среды, это ирионит. Также имеются данные о генетической предрасположенности к развитию мезотелиома плевы, такой как наличие мутации в версии 1 ассоциированного белка. Данная мутация встречается по данным различных авторов от 30 до 60%. При этом также известно, что в случае наличия генетической предрасположенности, помимо мезотелиома плевы, пациентов также развивается у виальной меланома. Кроме этого, доказано также влияние ионизирующего излучения на развитие мезотелиома плевы. Имеются данные о том, что ранее проведена лучевая терапия, например, по поводу лечения лимфомы Ходжкина, также может приводить к развитию мезотелиома плевы. Кроме того, по данным различным авторов, предполагается также наличие вирусной природы мезотелиома плевы, воздействие такого вируса, как полиомовируса СВ-40. Установление диагноза мезотелиома плевы достаточно высокая проблема. Бывает достаточно тяжело отличить первичную опухоль мезотелиома плевы от поражения плевы вследствие метастазирования при наличии пациента другого солидной опухоли. В связи с этим, золотым стандартом верификации диагноза является проведение электронной микроскопии в комбинации с иммунофенотипированием. При этом иммуногистохимическое исследование должно проводиться не только в положительном окрашивании, но также в отрицательном. Основными иммуногистохимическими маркерами мезотелиома плевы является позитивный ответ по поводу цитокератина 5,6, наличие кальритенина, также наличие антигена ВТ-1. Кроме того, проводится обязательное иммуногистохимическое исследование на окрашивание ТТФ-1 и раковоэмбриональный антиген. Компьютерная томография является основным методом диагностики стандирования мезотелиома плевы. Компьютерная томография с внутривенным контрастированием обладает высокой чувствительностью и специфичностью для оценки изменений плевы или легкого. При этом компьютерная томография, к сожалению, обладает низкой чувствительностью и специфичностью в отношении статуса лимфатических узлов, поэтому данным пациентам рекомендовано выполнение дополнительной МРТ грудной клетки. Выполнение МРТ головного мозга, а также как и стандиографии скелета, выполняется по показаниям. Основным методом лечения локализованной мезотелиома плевы является хирургический метод. Он показан пациентам с 1-3 А стадии. При этом основная цель хирургического вмешательства это циторедуктивная. При этом должны быть удалены по максимуму любые макроскопические проявления опухоли. Объем оперативного лечения в настоящее время до конца не установлен. Оба варианта имеют право быть. Это может быть как плеврактомия декортикации или экстраплевральная пневмоноктомия. При этом в обоих случаях обязательно должна быть выполнена также медиастинальная лимфодисекция. Основным условием для проведения хирургического вмешательства должен быть жесткий, четкий отбор пациентов. Пациенты должны находиться в удовлетворительном общем состоянии. Должна быть обязательно сохранная сердечно-легочная функция. Приведение оперативного вмешательства пациентов с аркоматоидным по типам мезотелиома плевы, а также при наличии поражения лимфоузлов в стадии Н2 достаточно сомнительно. Кроме того, необходимо оценивать каждый раз возможность проведения дополнительной адъювантной терапии. До недавнего времени единственным зарегистрированным вариантом системной химиотерапии в первой линии являлось применение препаратов пиометрикцет с комбинацией с сплотином. Проведенное клиническое исследование продемонстрировало, что добавление пиометрикцеток в монотерапии с сплотином позволяет увеличить медиану общей выживаемости с 9,3 месяцев до 12,1 месяцев, при медиане до прогрессирования 5,7. В настоящее время неоднозначно мнение экспертов по поводу необходимости назначения биоцизумаба в дополнение к стандартной химиотерапии в первой линии лечения. Проведенное клиническое исследование МАПС продемонстрировало нам увеличение общей выживаемости в подгруппах пациентов при назначении терапии биоцизумаба в стандартной химиотерапии до 18,8 месяца, в то время как на стандартной химиотерапии медиана общей выживаемости составила 16,1 месяца. Однако на основании данного проведенного клинического исследования именно это исследование позволило включить рекомендации МТСН добавление биоцизумаба в первую линию лечения пациентов, распространенной мезотелиомой плевры. В то время как рекомендации ЭСМА не рекомендуют в первой линии лечения добавление антиангененной терапии так же как проведение поддерживающей терапии. Достаточно важным прогностическим фактором является уровень ПДЛ-экспрессии у пациентов с мезотелиомой плеврой. При этом имеется информация то, что около 40% пациентов с мезотелиомой плеврой являются позитивными по поводу экспрессии ПДЛ-1. При этом экспрессия ПДЛ-1 коррелирует с уменьшением общей выживаемости. Так, в проведенном клиническом исследовании было показано то, что пациенты с уровнем экспрессии ПДЛ-1 позитивным общей медианой выживаемости их составило 5 месяцев в сравнении с 12 месяцами в случае, в сравнении с 14,5 месяцами в случае отрицательной ПДЛ-1 экспрессии. Все это послужило поводом к развитию и изучению иммунотерапии в терапии мезотелиома плевры. И в заключении своего доклада хотелось рассказать о том прорыве, который произошел в терапии мезотелиома плевры. За последние 15 лет это первая новая одобренная FDA комбинация препаратов в лечении первой линии мезотелиома плевры. Назначение неволумаба в комбинации с эпилемумабом позволило увеличить медиану общей выживаемости с 14,1 до 18,1 месяца это в подгруппе всех пациентов мезотелиома плевры. При этом дополнительный поданализ продемонстрировал наибольший выигрыш в столь неплагоприятной подгруппе пациентов как саркоматоидный подтип. При этом мы видим увеличение общей выживаемости до 18,1 месяца в сравнении с 8,8 месяцев в случае назначения только стандартной химиотерапии. При поданализе эпитолиодного подтипа разница общей выживаемости была статистически значима и составила 18,7 в случае иммунной терапии и 16,5 в случае назначения химиотерапии. При этом дополнительный поданализ в зависимости от уровня экспрессии ПТЛ также показал увеличение общей выживаемости преимущественно в подгруппе пациентов с уровнем ПТЛ более 1%. Таким образом в настоящее время в терапии мезотелиома плевры имеется два зарегистрированных, одобренных и в деле режима терапии. Первое это иммунная терапия, назначение эпилемумаба с неболумабом. Второе это стандартная химиотерапия в режиме пиметриксэцисплатин и наверное на ваше усмотрение это добавление или нет добавления пивоцезумаба. Спасибо большое за внимание.